всем привет меня зовут илья и в этом видео я опять буду тебе рассказывать о том как качать свой скилл если ты выбрал своим инструментом бас-гитару я попытаюсь разобраться нужно ли бас-гитарист играть быстро зачем ему это нужно а если нужно то какими путями можно достичь цели правильнее и быстрее все будет по пунктам как обычно начиная с самого простого самых азов заканчивая более сложными моментами техниками и советами очевидно что в музыке существуют быстрые темпы от этого никуда не деться и бас-гитарист как музыкант должен уметь них играть соло конечно обязательно бас-гитарист уметь играть но хотя бы аккомпанементы быстрых темпов играть необходимо уметь но бывает часто такое явление что люди поливают много нот особенно это среди гитаристов в каких-то виртуозно-метальных жанров они поливают быстро технично но при этом некоторые из них пытаются спрятать за вот этой скоростью за быстроту игры отсутствие фразировки пытаются спрятаться от ритма от построения логических предложений музыкальные идеи от композиционного мышления и т.д. и т.п. это понятно и в этом видео кстати я пытаюсь затронуть эту тему и сделать так скажем какие-то советы дать какие-то информацию дать совет о том как можно сделать свои фразы музыкальные музыкальные как сделать так чтобы это не было похоже что ты прячься от мысли прячься от построения фирменных фраз чтобы это не было просто 50 квадратов поливалого начнем мы с первого пункта как вводится и первый пункт это переменный штрих страшный сон новичков всего мира тех людей которые начинают играть на бас-гитаре любой педагог если ты придешь ему заниматься он будет первым делом тебе постоянно капать на мозг и говорить что нужно играть двумя пальцами поочередно указательным и средним для чего это нужно для того чтобы просто банально был правильный звук на бас-гитаре чтобы в дальнейшем развить координацию и чтобы ощущение инструмента было изначально правильно к тому же двумя пальцами играть всегда легче чем одним и можно играть быстрее в конце концов какие-то простые фразы и простые рифы я не буду говорить про третий палец так как во-первых я им не играю во вторых я не считаю что третий палец реально помогает быстро играть мне кажется скорее это относится к бреду к мифам можно двумя пальцами реально быстро играть если знать по какие фишки знать какую информацию пункт номер два координация левой и правой руки об этом тоже достаточно много информации в интернете здесь два подхода во первых да понятно что без координации нормально не может быть никакой быстрой игры не может быть каких-то сложных партий даже просто 16 нот навряд ли получится здесь два подхода первое так это очевидно что если ты каждый день занимаешься по много часов хочешь на репетиции не знаю на конце концерт играешь конце концов то она будет качаться само собой и если ты не забьешь на это дело и не выкинешь гитару свою то со временем у тебя координация до качаться до того уровня который тебе который тебе нужен который ты используешь вот но существует второй подход существует второе второй момент это есть упражнения и есть советы и есть кое-какие фишки которые могут ускорить это свое время меня было у меня лично была проблема шестнадцатыми нотами когда еще учился давно я не мог нормально играть что если но то у меня жуткая раскоординация была у меня постоянно там например левая рука быстрее нажимала чем там право извлекала и наоборот и я своему педагогу пришел к своему педагогу спросил вот у меня как вот качать координацию чтобы нормально играть партии рифы шестнадцатыми нотами он не сказал что берешь гаммы простые трезвучие играешь просто каждую ноту в медленном темпе 16 16 пульсации каждую ступень гаммы 16 минутами там в маленьких темпах типа 60 pm и этот маленький темп позволяет тебе контролировать свои движения позволяет лучше как бы под микроскопом рассмотреть как ты играешь то есть это то же самое как в быстром темпе то как будто под микроскопом посмотрел и ты можешь контролировать свое движение хотя 16 подозревает большой темп и как правило в шестнадцатыми какие-то крутые фанковые ифы там игрались в южен вот и там в таких темпах когда ты сразу играешь сложно что-то контролировать вот поэтому я ничего не придумываю просто что мне педагог мы рассказывал я тоже самое сниму вот и все значит берем сегодня мы будем наверное использовать ре ре минор только только блюзовый лад блюзовый ре минор 5 5 лад на примере его я покажу как можно играть такое упражнение ставим метроном темп 63 и задача состоит в том чтобы каждую ступень этой гаммы 16 игра 16 минутами что тут важно что обращать внимание на сам переход когда ты извлек 4 ноты 1 2 1 2 и следующую 5 извлекаешь на следующую ступень гаммы важен сам этот переход момент перехода его нужно оттачивать и максимально играть точно также в дополнение ты можешь если тебе скучно играть гаммы например учить какие-то рифы или фразы 16 минут в основе которых пульсация 16 я это также будет качать твою координацию но важно чтобы это было в медленном тэпе и под метроном пункт номер три игра легато в данный момент легато является достаточно модной темой особенно среди гитаристов и басистов тоже естественно но как правило это относится больше к тем кто как-то связан с южном с джазом и с какими-то импровизационными стилями музыки в меньшей степени тем кто тем кто любит метал потому что металле легато иногда может жертвовать и уничтожать мясистость звука не всегда там катит легато в общем но те кто играет фьюжн джаз там фанк то легато очень канает очень хорошо легато это когда мы одним извлечением правой руки извлекаем сразу два три четыре звука например вот так я извлекаю три звука можно там больше извлечь можно 4 к примеру эта техника позволяет добиваться и позволяет делать такие вещи которые сделать переменным штрихом и с извлечением каждой ноты сложно или практически невозможно или невозможно вообще то есть это облегчает жизнь так скажем с помощью легато можно если отточить легато можно хорошо сыпать пыль в глаза песок людям и они как бы буду думать нифига себе как он быстро играет на самом деле ты просто ты просто играешь легато например если взять 6 нот тоже ре минор скажем я играю обычную переменным штрихом я играю ну примерно в таком темпе это сложно каждую ноту надо сыграть или извлечь звука чтобы она прозвучала могу сыграть легат получается полтора раза быстрее естественно легато она будет дополнять переменный штрих и играть постоянно одним легато не получится и это будет звучать скучно поэтому здесь очень важно научиться чередовать легато фирменно подмешать его где надо например какие-то быстрые моменты ты можешь сыграть легато потом перейти на переменный штрих это будет интересно звучать фраза будет вкуснее фирмовий например можно играть вверх легато а подниматься обычным переменным штрихом вниз обратно и это звучит прикольно и подниматься всегда проще лично мне переменным штрихом например тот же ре минор можем сыграть вверх легато Например, можно сыграть такое упражнение с использованием легато, но на основе того же ре минора, только блюзового. Мы играем две октавы, этот же ре минор. По три звука извлекаем на каждый удар правой рукой. Последний на сегодня пункт, но, наверное, самый важный, это игра в медленных темпах под метроном. Но не все так просто. Нужно не просто играть, но и еще чередовать длительности, начиная от самых широких, заканчивая 16-ми, триолями, 16-ми и прочими. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом упражнении я сыграл основные длительности нот, которые используются в 90% музыки, самые используемые. Не прерываясь, под метроном в медленном темпе, в гамме, которая играется в две октавы, с перемещением руки, с изменением позиций, что является очень полезным. В идеале это нужно делать, я понимаю, что это звучит больно, но это нужно делать со всеми гаммами, и не только гаммами, с пентатоникой, с трезвущими, во всех тональностях тренироваться. Реально, по три часа в день, это не шутка, это действительно так, это нужно все сыграть, не только от третьей струны, но и от четвертой гонять в две октавы, под метроном в медленном темпе, меняя длительности. И далее ты должен уже добавлять паузы и пытаться делать какие-то фразы из этого, чередуя вот эти длительности под метроном, потому что умение использовать эти длительности в музыке, от этого зависит крутость твоих фраз и фразировка, от этого очень зависит. Плюс добавление каких-то пауз. Реально паузы, они еще важнее, чем музыка, и правильно добавить, чем не то, что музыка, а звуки. Пауза это не менее важно, чем сама нота, если не более важно на самом деле. Некоторые считают, что пауза важнее, чем сама нота. И там, где поставлена пауза, правильно или неправильно, от этого зависит вся музыка. В заключении, все очень просто. Любому музыканту, бас-гитаристу, гитаристу, неважно, нужно иметь тот запас техники, который ему необходим для того, чтобы выражать свои эмоции, выражать свой творческий потенциал, реализовывать. И каждый выбирает сам, сколько ему надо. И если ему достаточно этого, что он сейчас имеет, ему не нужно там суперскорости, то не обязательно это учить даже, не обязательно заморачиваться. Тут некоторые играют, например, 50 квадратов, поливают миллион нот, но они сыграли уже в первом все, что умели, а остальном уже только повторяют. Некоторые, например, как Майлз Дэвис, они могут одной нотой вынести вообще всех вокруг, что там 50 будет просто лишним. Поэтому упорный труд, самодисциплина, много часов занятий и, конечно же, любовь помогает нам достичь тех результатов, которые мы перед собой ставим. На этом сегодня все. Всем спасибо, всем любви, доброты, пока.